Это вполне по-серьезному поработать. Ну и во втором тоже. Ювентус Аталанта на практически пустом стадионе проходил этот матч. И больше в понедельник итальянская пресса обсуждала акцию протеста болельщиков Ювентуса и выходку Джиджи Буфона. Болельщики недовольны тем, как играет команда и вообще тем, что происходит в клубе. Устроили акцию протеста. На майке написано «Моя мечта, чтобы Блан работал в Интере». Но действительно это ни о чем. Судя по всему, главный руководитель Ювентуса. И пока что возвращение Руберто Беттаги, который в декабре был амнистирован и смог вернуться в качестве руководителя в большой футбол после Кальчополи. А пока его приход ничего к лучшему не меняет. И воцарение Дзакирони на посту главного тренера Ювентуса поначалу выглядело, может быть, для кого-то оптимистичным. Но на самом деле, как мне кажется, это изначально казалось утопией и таким временным вариантом. Впрочем, я, честно говоря, думал, что порядка с приходом Дзакирони прибавится. А нет, как нет порядка, так его и нет. Напомню вам состав Ювентуса. Дель Пьеру забивает свой очередной гол на 30-й минуте, красиво пробив со штрафного. Маннингер, Канаваро Гроссу, Дзебина, Легро Тальи, Диего, Сисоко, Маркизио, Кондрево, Трезеге, Дель Пьеру. Два нападающих играл Ювентус. И, тем не менее, лишь в концовке встречи сумел вырвать победу над командой, которая находится в зоне вылета. Так вот, болельщики, помимо маек, издевательских по отношению к Блану, в Тифозе Юве не пошли на стадион. Но те, кто ходят на фанатскую трибуну, на так называемую Курву, они располагались около 300 человек, где-то около под трибунного помещения, откуда выходят футболисты с тем, чтобы устроить еще и мы там акцию протеста. Представляете, что могло бы быть, не выиграя Ювентуса, ведь до последнего практически было неясно, сумеет ли Ювентус в этой встрече взять три очка. Короче говоря, Тифози протестуют, и чем все это закончится, непонятно. И по поводу Буфона, не знаю, покажет нам это или нет, Буфон отчебучил вообще потрясающую вещь. Он весь матч, практически весь матч находился там, где ему положено, то есть где-то на трибуне. Альберто Дзакирони, который безучастно взирал на то, как его команда ничего не может поделать со своим соперником, вот так Амарузо сравнял счет, бывший форвард, кстати говоря, Ювентуса. Так вот, в какой-то определенный момент Буфон чуть ли не перепрыгивая через ряд, метнулся в сторону поля и через какое-то время оказался в технической зоне, отодвинул чуть ли не буквально Альберто Дзакирони в сторону и начал руководить действиями своей команды в качестве такого играющего тренера. Удивительно, что никаких комментариев по этому поводу мне, например, обнаружить не удалось, потому что, насколько я знаю, по нашему, по российскому регламенту запрещено футболисту, не раздевшемуся на игру, появляться в технической зоне в цивильной одежде. Но, как ни странно, Буфона не удалили, не попросили уйти из технической зоны. Возможно, итальянский регламент каким-то образом от нашего в этом плане отличается. Но вот такие любопытные истории, касающиеся знаменитого клуба, у которого миллионы болельщиков. Это самый популярный клуб Италии, всем это давно известно. По числу поклонников он опережает и интер и Милан. Но, в первую очередь, за счет того, что за Ювентус болеют далеко не только в ту... А вот и Буфон, собственно. Вот видите, где он находился. Жаль, что нам не показали, как он тренировал. Но, видите, появление Буфона около кромки поля пошло Ювентусу на пользу. И Филиппе Мело забил победный гол. Закероне в расстроенных чувствах уходит. Но если Буфон будет дальше тренировать Ювентус, я думаю, что вполне по силам решит задачу попасть в Лигу чемпионов.